Кофеин – это натуральный алкалоид со стимулирующими свойствами, которые, поступая в организм, меняют функционал нервной пищеварительной системы и сердечной мышцы. Это происходит потому, что он оказывает непосредственное влияние на сосуды внутренних органов. Обычно действие кофеина продолжается в течение нескольких часов, после чего начинает уменьшаться. И в зависимости от специфики и интенсивности употребления кофе он может оказывать на весь организм и сосуды как положительный, так и негативный эффект. Давайте разбираться во всем по порядку! Кофе помогает устранить усталость, прогнать сон, повысить умственную и физическую работоспособность, усилить кровообращение и ускорить работу миокарда. Одновременно он расширяет одни сосуды и сужает другие, расширяет вены артерии, сосуды сердца и почек, а вот сужаются сосуды пищеварительного тракта, органов малого таза и головного мозга. Благодаря такому выборочному эффекту улучшается процесс переваривания пищи, нормализуется пищеварение, стимулируется перистальтика, снимаются головные боли и облегчается болевой синдром во время менструации у женщин. Под воздействием кофе сердечная работа усиливается. Главная мышца сокращается все интенсивнее. При шоковых состояниях давление под воздействием кофеина увеличивается. При нормальном давлении больших изменений не наблюдается, а в состоянии возбуждения организма кофеин расширяет сосуды скелетных мышц, головного мозга и почек, но сосуды других органов брюшной полости сужаются. Диурез под воздействием кофеина немного повышается из-за уменьшения реабсорбции электролитов в почках. Влияние кофе на артерии и вены Благодаря кофе диаметр сосудов увеличивается. Кровь течет по сосудам быстрее, и это повышает функцию питания внутренних органов и тканей кислородом. Но людям с хроническими заболеваниями сосудов и при вегетососудистой дистонии нужно отказаться от употребления кофе и посоветоваться со своим врачом. Влияние на головной мозг Мозг под воздействием кофеина получает специфичный эффект. Кофеин сужает сосуды головного мозга, но также ускоряет обмен веществ, нормализует работу подкорковых структур, избавляет человека от сонливости и улучшает работоспособность. Влияние кофе на сердце и артерии В малых дозах кофеин будет очень полезным для сердечной деятельности, поскольку он восстанавливает кровообращение и работу мышц, что дает возможность понизить риск атеросклероза и инфаркта, повышает сопротивляемость нагрузкам и выносливость из-за нормализации кровообращения, повышает приток кислорода и полезных веществ из-за расширения коронарных сосудов. Влияние кофе на почки Кофе расширит сосуды в почках, даст очевидные мочегонные эффекты и поможет вывести из организма шлаки и токсины. Но вместе с этим кофе может вывести кальций и его нехватка негативно скажется на зубах, волосах и костях. Этот побочный эффект не страшен, если вы пьете не больше двух чашек в день и правильно питаетесь. Уже через час у таких людей влияние кофе ослабевает. А вот при заболеваниях почек злоупотреблять такими напитками не стоит. Без кофе вы снизите риск осложнений и обострений хронических заболеваний. Влияние кофе на давление Обычно кофе расширяет сосуды и увеличивает просвет, поэтому давление в сосудах повышается и у гипертоников, и у людей с пониженным давлением. Если вы страдаете проблемами в этом вопросе, то лучше отказаться от кофе, чтобы не спровоцировать гипертонический криз. После употребления кофеина оба показателя давления увеличиваются на 10 мм рт.ст. в среднем, а эффект будет сохраняться в течение 4 часов. Есть ли вред для сосудов от кофе? При здоровом организме и отсутствии сложных болезней даже 3 чашки кофе в день не причинят вашему организму и сосудов никакого ущерба. Но при заболеваниях миокарда и сосудов даже немного кофеина может вызвать боли в области сердца, головную боль, тошноту и даже приступ паники. Злоупотреблять кофе не стоит при таких болезнях. При вегетососудистой дистонии, где кофе может только усилить клинику и вызвать состояние тревожности. При гипертонии, где существенно повышается риск гипертонического криза. При поражениях миокарда, нехватке калия, магния и кальция кофе еще сильнее вымывает эти микроэлементы из организма. При тахикардии, где кофе может спровоцировать осложнения. При аневризме сосудов, где кофе разрушает стенки сосудов и может вызвать внутреннее кровотечение. При глакооме, где кофе повысит внутриглазное давление и усугубит болезнь. Что в итоге? Кофеин расширяет сосуды сердца, почек, артерии и вены, но сужает сосуды головного мозга и органов малого таза. В небольших дозировках кофе будет очень полезен организму, но при злоупотреблении существенно увеличивается риск нарушения работы мозга, угнетения физических функций организма, почечных заболеваний и болезней ЖКТ. Будьте осторожны и бдительны, небольшие дозы помогут вам укрепить здоровье, а большие навредят организму.